Внутренняя политика России Здесь начало разложения крепостнической системы, нарастание разрыва в технико-экономическом развитии России и Запада, политизация части дворянства, усложнение социально-экономической, политической и духовной жизни, личность царя. Второе римское. Основные периоды царствования Александра I. Первое арабское. 1801-1807. Второе. 807-12. Третье. 12-15. И четвертое. 15-25. Третье римское. Основные направления внутренней политики России в первый и второй периоды правления Александра I. Первое. Первое арабское. Начало правления Александра I. Двоеточие. Первые меры. Второе. В кавычках. Негласный комитет. И тоже в кавычках. Непременный совет. Негласный и непременный из больших букв. Непременный совет. Третье. Мероприятия в отношении крестьянства. Четвертое. Реформы в сфере образования. Четвертое арабское. Реформа в сфере образования. Пятое. Реформы государственного управления-создания министерств. Ну а шестой пункт будет посвящен самому известному государственно-правовому деятелю времен Александра I, Николая I. Кто был самым известным таким государственно-политическим спиранским? Совершенно верно. Значит, шестое записываем. Проекты М.М. Михаил Михайлович Спиранского. Отставка Спиранского и свертывание предложенных им реформ. Четвертое. Римское. Третий период правления Александра I. 1812-1815. Но это будет в следующей лекции, потому что это война с Наполеоном. Это будет в отдельной лекции по внешней политике. Пятое. Римское. Четвертое. Период правления Александра I. 15-25. Первое. Арабское. Либеральные меры. 1815-20 годов. А. Дарование Конституции Польши. Б. Завершение крестьянской реформы Прибалтики. Да, Польша, 1815 год. Завершение крестьянской реформы Прибалтики. Это Б. 16-19 годы. В. Начало разработки государственной уставной грамоты. Государственная уставная грамота. все с больших букв государственной уставной грамоты для россии в скобках на основе конституции для польши второе арабское здесь волнение в семеновском полку 1820 год третьем гонения на гонения на казанские и петербургские университеты 1821 год четвертое указ о запрещении тайных организаций и масонских лож 1822 год а кто мне напомнит официально когда первая масонская ложа создана они были созданы раньше но официально когда было провозглашено создание первой масонской ложи и где 1717 год англия 5 попытки военные реформы . военные поселения а может кто-то знает с чьим именем обычно связываются с арокчеевым правильным в лед еще вопрос не успел задать шестое смерти александра 1 1825 год значит александр 1 годы жизни 1777 1825 первым делом александр отменил те установления павла первого своего отца которые раздражали дворян восстановил все статьи жалованные грамоты которую которые отменил павел подтвердил грамоту городам амнистировал 12 тысяч заключенных прекратил подготовку похода на индию и естественно снял запрет на торговлю с великобританией при этом он не разорвал отношения с францией как только александр стал императором при нем был образован непременный совет из 12 персон включая таких довольно уже возрастных людей екатерининской эпохи это братья зубовы воронцов трощинский это была дань александра сказать тем людям которых он подозревал в том что они негласно участвовали в заговоре против павла и в то же время александр создал негласный комитет он состоял из ближайших друзей императора это были четыре человека кочубей строганов новосильцев и черторыйский вот в этом создании двух этих структур негласного комитета и непременного совета вот весь александр который постоянно лавировал жизнь его приучила он с детства лавировал между бабушкой екатериной и отцом павлом и вот это стратегия жизни она была характерна для него и во внутренней во внешней политике он не собирался совершенно идти навстречу непременному совету который хотел ограничить его власть и собирался решать проблемы с помощью своих друзей все друзья александра придерживались либеральных взглядов они были либералами но не смысле либералов от сегодняшнего дня которых правильнее называть не либералами а либерастами а это были действительно либералы в классическом смысле этого слова и комитет этот столь существенно влиял на дела что это вызывало недовольство сановников тем более что члены непременного совета люди были уже в возрасте они полагали что это мальчишки которые мало что понимают комитет не прими вот этот вот негласный негласный совет то есть негласный комитет он не был официальным органом но они собирались постоянно и вели журнал в котором назвал журнал которым записывали какие проблемы они обсуждают кто что предлагает и так далее впервые комитет был собран 24 июня 1801 года сразу по увольнению графа фондер палена кто мне напомнит что это за фигура фондер пален совершенно верно и первое что сделал александр он его отправил в почетную ссылку чаще всего обсуждался вопрос вот александр его друзья чаще всего обсуждали вопрос о реформе центрального управления в то же время существовала так называемая сенатская партия у партия имеется ввиду не партия в нашем смысле слова в смысле группировка которая была представлена вельможами екатерининского времени эти вельможи хотели переместить реальную власть в сенат и таким образом ограничить самодержавие я уже говорил что каждый раз после смерти петра как только приходил новый царь или царица ближайшее окружение то есть олигархи того времени пытались ограничить самодержавие здесь было тоже то же самое александр сделал вид что он идет навстречу этим людям и в 1802 году был обнародован указ о правах сената частично в нем были удовлетворены вот эти вот желания вельмож но только второстепенные сенат провозглашался органом который обладает административной судебной властью но в то же время было зафиксировано что его деятельность находится в полной зависимости от государя а в рамках этой полной зависимости ни в чем себе не отказывайте то есть александр по сути дела переиграл этих людей негласный комитет просуществовал всего два года ближайших друзей царя там обсуждался вопрос о крестьянской реформе но по сути дела мало было что сделано за исключением указа о вольных хлебопашцах отметите себе пожалуйста его указ о вольных хлебопашцах от 20 февраля 1803 года указ разрешал помещикам по их усмотрению отпускать крестьян на волю за выкуп в результате крестьянин занимал положение среднее между государственными и частными а помещик мог получить высокую плату за землю 25 лет вообще существование этой этой формы вольные хлебопашцы перешло 47 тысяч душ мужского пола то есть если помножим на 7 и множим на 5 на 6 принципе не так много александр прекратил практику раздачи государственных крестьян помещикам и перестал запретил печатать объявления о продаже крестьян в газетах ну естественно помещики обошли это очень легко стали помещаться объявления о сдаче в аренду но все прекрасно понимали что речь идет о продаже обсуждение крестьянского вопроса и неспособность негласного комитета решить его продемонстрировать царю что негласный комитет все-таки это неадекватная форма кроме того друзья царя были большими барами они не привыкли систематически работать и в основном все заканчивалось разговорами там не было рабочие лошадки рабочая лошадка появится то потом спиранс хотя это будет уже искать вне негласного комитета в 1804 пятом годах был проведен первый этап аграрные реформы на территории нынешних латвии и эстонии крестьяне которые имели земельные наделы объявлялись собственниками последних но при этом обязывались отбывать барщину и платить оброк бывшему владельцу земли запрещалась продажа крестьян без земли и крестьянам предоставлялись некоторые гражданские права были предприняты усилия в области народного просвещения вот это было очень важно значит запишите пожалуйста очень важный указ от 26 января 1803 года вводились четыре рода учебных заведений первое сельские приходские второе уездные третье губернские училища или гимназии широкой программой обучения и наконец последние университеты как вы думаете сколько в начале 19 века в россии было университетов какие есть идеи ну примерно я понимаю что вы не знаете вот сколько начало 19 века 6 совершенно верно записываем 6 университетов было 42 гимназии это не считая польских и литовских гимназий это русские гимназии 405 уездных училищ что это были за университеты а может кто-то догадается какие были университеты в это время в каких городах московский дальше петербург еще казань еще владивосток лос-анджелес значит записываем все правильно московский петербургский казанский харьковский виленский то есть в вильна где преподавание шло на польском языке и вот был один город который в свое время был назван потом его переименовали сейчас он называется тарту юрьевский или дербский теперь это тарту они очень гордятся что они такие молодцы но они забыли что исходно это был юрьевский университет и кроме того на правах университета были еще три учебных заведения царско-сельский лицей демидовский лицей в ярославле и лицей безбородка в нежине безбородка это был фактически министра странных дел при екатерине но из них наиболее известен царско-сельский лицей по поводу которого у нас есть масса мифов почему-то считается что уровень преподавания в этих университетах был очень высокий это сказать не соответствует действительности а может кто-то знает кто был одним из самых известных лучших уничек учеников царско-сельского лицея за всю его историю но и этот человек учился вместе с пушкиным пушкин окончил от царско-сельские лица одним из худших а вот этот человек был номер один канцлер российской империи министра странных дел который сказал его предшественнику несталь роду несталь рода знаменитую фразу что на какую то сказать его что нужно делать он сказал несталь рода что едят и гадят в одном и том же месте только свинья горчаков горчаков кто читал роман пикуля битва железных канцлеров я вам рекомендую хотя пикуль несколько идеализирует горчакова но это очень интересный исторический роман битва железных железные канцлеры а может кто-то догадается битва желез кто имеется ввиду под железными канцлерами бисмарк и горчаков совершенно верно но он пикуль очень идеализирует горчакова горчакова значит запишите пожалуйста в 1804 году был издан университетский устав который предоставлял широкую автономию советом профессоров именно профессора избирали деканов ректора потом в течение девятнадцатого века этот устав будет отменяться а потом опять вводится либеральный устав как только нас будет наступать реакция его будут отменять и вот так будет маятником однако запишите пожалуйста единая система образования на практике не осуществлялась одна гимназия приходилось на две губернии но вы представляете что это значит колоссальная нехватка гимназий на две губернии потому что не было преподавателей и вот когда говорят о высокой дворянской культуре высокая дворянская культура действительно было но она ограничивалась очень небольшим количеством людей ну дворяне говорили по-французски а как вы думаете кто сколько народу во времена пушкина говорили по-английски во времена пушкина и карамзина сколько человек дворянство говорила по-английски по-французски говорили почти все правда неважно но говорили по-английски не нет не надо в процентах речь не в процентах идет процесс процентах не надо считать это будет 10 человек нет ну что вы несколько несколько сотен на самом деле вообще нужно сказать что наше представление об уровне у нас была очень высокая действительно элитарная культура но это элитарная культура в 19 веке опять же счет шел на в общем тысячи людей ну например братья карамазовы были изданы достоевского в 1881 году тиражом три тысячи экземпляров как вы думаете к 1900 году сколько было экземпляров раскуплено 1200 1800 лежали естественно 1200 циркулировали то есть на самом деле круг образованных людей был очень и очень не велик другое дело что качество этих людей было высоким но их процент был очень небольшим значит одна гимназия приходилось на две губернии одно уездное училище на 8 10 уездных городов денег не хватало а когда начались войны с наполеоном естественно суммы на образование урезали в 1804 году был принят указ о министерской реформе министерства должны были заменить устаревшую систему коллегий коллегии были у нас когда введены при каком царе при петре первом совершенно верно министерств было учреждено восемь построены они были по принципу единовластия и персональной ответственности министра учреждался также кабинет министров первоначально решающую роль в нем играл император а а впоследствии поскольку император не очень любил трудиться он переуступил эту роль аракчееву по мере укрепления своего положения александр перестал считаться с непременным советом и хотя тот просуществовал до 1810 года практически он уже после 1806 года не играл большой роли 1807 году открывается второй период царствования александра и этот период тесно связан с деятельностью михаила михайловича спиранского это действительно был замечательный человек он родился в 1772 году в семье священника в юности уже продемонстрировал блестящие способности в 1802 году он поступил на службу в министерство внутренних дел в 1806 году он стал известен императору а в 1808 году император включил его в свиту во время эрфордского свидания с наполеоном и кстати на наполеона спиранский произвел очень сильное впечатление спиранский стал основным советником императора и александр поручил ему руководство комиссии с большой буквы составления законов и дал поручение выработать общий план государственного преобразования спиранский не успеет это сделать это произойдет уже спиранский это сделает уже в 30-е годы при николая первом осенью 1809 года план спиранского был готов вообще этот человек отличался фантастической работоспособностью это просто была машина кстати лев николаевич толстой который не любил разночинцев он многие черты спиранского в такой в гротескной форме вывел образе каренина в романе анна каренина муж анны карениной это значительной степени вот он срисован с аспиранского который который люблю николаевич толстому не нравился ну вы знаете у него могла меня с точки зрения я бы я бы не сказал что ну он его нейтрально описал нейтрально вообще дело в том что если вы посмотрите на войну и мир то лет николаевич описывает там снова дворян и крестьян у него нет разночинцев и чиновников к чиновникам лев николаевич относился сказать довольно отрицательно он конечно их не так не любил как сухого кобылин а слышали такую вещь женитьба с вашей бакричинского свадьба кричинского сухого кобылин это очень интересный персонаж это один из известных наших драматургов с ним произошла очень интересная история трагическая точнее у него была любовница француженка которая была убита и власти считали что то что он ее убил там очень темная история в общем там к ней много было вопросов вот но в россии в середине 19 века была такая форма который сейчас нет но у нас сейчас виновен не виновен а в россии была еще такая форма оставить на подозрении и вот сухого кобылин 7 лет был на подозрении он ходил по инстанциям он писал через семь лет это с него сняли но он написал трилогию драматическую вот о том как устроено русское общество умер он открыть очень таким преклонного возраста человеком и у него на могиле выбитая эпитафия никогда не служил он гордился тем что он никогда не служил вот я очень рекомендую посмотреть его вот эти пьесы потому что в них очень хорошо показано как действовали русские суды в середине 19 века коррупция взяточничеству ну и так далее значит спиранский в 1899 году подготовил план и в нем спиранский запишите пожалуйста потому что это такая выдающаяся вещь и в принципе немного новых проектов было придумано со времен спиранского все крутится вокруг одних и тех же тем значит спиранский делит общество на основании различия прав первое права гражданские общие которые принадлежат всем то есть гражданские права принадлежат всем второе права гражданские частные которые принадлежат тем кто воспитанием и образом жизни готов к ним то есть сразу отсекается от частных гражданских прав очень большая часть населения и наконец 3 права политические тем кто имеет собственность нет у тебя собственность значит никаких политических прав не имеешь то есть по принципу мой до дыра поди к ты домой лицо свое умой под общими гражданскими правами запишите это пожалуйста я буду медленнее говорить потому что вот это очень важная вещь и у нас это будет в вопросах под общими гражданскими правами спиранский понимал гражданскую свободу личности а под политическими право участвовать в государственном управлении то есть государственном управлении могли участвовать только те у кого есть собственность частные гражданские права это право приобретать недвижимую собственность с населением и вот очень интересно как различные социальные группы какие права они имели значит дворянство имеет все права но права политические на основе собственности то есть если ты дубровский и у тебя нет собственности то ты не имеешь прав политических а так все права дворянство все права но права политические на основе собственности второе среднее сословие то есть купечество права гражданские общие но не частные а политические права опять же по собственности есть собственность есть политические права и третье народ рабочий только общие гражданские права крепостных здесь нет значит что касается крепостного строя спиранский считал что крепостное право будет отменено постепенно но пока он оно должно сохраняться значит по государственному устройству спиранский считал что во главе государства должен естественно стоять монарх при нем совещательный орган государственный совет где обсуждаются все крупные государственные мероприятия ну и соответственно разделение властей то есть законодательная власть власть исполнительная и судебная исполнение проекта спиранского было намечено на 1810 год и в 1810 году был открыт преобразованный государственный совет однако в 12-м году спиранский был сослан началась война и реформа государственного устройства не пошла ее противником стал сам государственный совет ну а самым главным критиком спиранского был может кто-то знает кто который даже написал против него целый труд карамзин карамзин написал записка о старой и новой россии где он очень жестко критиковал спиранского значит как только проект спиранского в 1809 году стал известен он вызвал острую неприязнь со стороны части дворянства вообще нужно сказать что спиранского при дворе не любили во-первых попович выскочка значит во вторых талантливый человек ясно талантливых людей мало кто любит но и в-третьих его считали деятелем который ориентирован на наполеоновскую францию занимался спиранский и законодательством он заведовал комиссии законов готов который готовил проект нового государственного уложения готовилась под очень мощным влиянием кодекса наполеона свода гражданских правил в 1809 году спиранский начинает заниматься еще и финансами потому что то есть вот это традиционная вещь в россии не хватает людей если вы посмотрите кстати на 17 год и посмотреть что говорили керенский корнилов и ленин они все время повторяют одну и ту же фразу нет людей которым можно поручить что-то делать то есть вот это вот нехватка людей она привела к тому что спиранский как спрут он занимался совершенно разными вещами в 1810 году спиранский подготовил манифест в котором говорилось о необходимости сокращения государственных расходов но естественно финансовую реформу он не успел провести но те кто готовил с ним финансовую реформу они потом реализуют ее уже сильно подрослев и постарев в конце 30-х начале 40-х годов при николае в реформе конкрена повторяю спиранского не любили при дворе не любили за распоряжение 1809 года о придворных званиях и об экзаменах на государственные чины и вообще он сделал ужасную вещь для придворных значит по той схеме которую провел спиранский придворные звания считались отличиями не приносящими никакого чина а для получения 8 класса и выше нужно было сдавать экзамены и это было трагедии для людей которые этого не могли сделать однако пока спиранский нужен был александру тот амортизировал неприязнь надвигалась но но в двенадцатом году ситуация изменилась надвигалась война с францией и спиранский олицетворял пятилетие дружбы русского императора с наполеоном дружба которая вызывала раздражение верхушки русского общества спиранский был символической фигурой которая должна была уйти 29 марта 1812 года спиранский без суда был выслан в нижний новгород а затем в перм александр разыграл сцену прощания он был большой лицедей он заламывал руки лил слезы говорил спиранскому что ничего не может поделать я думаю что спиранский все прекрасно понимал и двенадцатом году его отправили в нижний новгород в 1814 году ему разрешили переехать в имение дочери близ нижнего новгорода а в 1816 году спиранский был полностью оправдан в 1922 годах он стал генерал-губернатором сибири а впоследствии негласно поддерживал декабристов и вел тонкую игру но вот очень интересно вообще вот русские порядки русская жизнь как она проявилась в истории со спиранским значит спиранский уже отставлен от всех постов его везет капитан везет в нижний новгород но им нужно менять лошадей и капитан идет просит лошадей чтобы мы поменяли а его вежливо посылают очень далеко далеко и тогда он обращается спиранскому ваше сельство по ходатай сути и спиранский идет и говорит дайте лошадей и спиранскому лошадей дают потому что он хоть и начальник хоть и бывший но начальник затем он приезжает нижний новгород и люди в нижнем и говгороде зная что его отставили начинают всячески его третировать больше всего старалась жена местного градоначальника она делала спиранский был такой механическая пианино и у него был распорядок дня утром прогулка и вот это вот губернаторша значит есть жена градоначальника она специально мальчишкам давала копеечку чтобы те пробегали мимо него по лужам и и шлепали ногами чтобы обдали обдать грязью там и так далее спиранский не реагировал ходил спокойно и в какой-то момент градоначальник решил надо проверить и он до спиранского спиранского никто не приходил и его никто не принимал он жил отшельником прислуга только и тогда горноначальник написал в петербург запрос как относиться господину спиран скому и пришел ответ смысл был такой относиться к нему как к человеку занимающему вот тот самый должен должность который его отставили и на следующее утро вся верхушка нижнего новгорода была уже в приемность приемный у спиранского выразить ему почтение спиранских принял холодно вежливо но визит отдавать не стал значит трехлетие 1812 15 году в двух отношениях совершила переворот жизни александра он стал больше ценить общество которым правил потому что это общество врезала наполеону и второе он стал религиозным мистиком про войну повторяю вам расскажу отдельной лекции это тоже очень интересная тема хотя вроде бы у нас все знают что такое война 12 года и недавно был юбилей и много чего написано но тем не менее это до сих пор во многих отношениях такая не очень известная и самое главное мифологизированная страница нашей истории значит закончилась война и после венского конгресса став королем польским после венского конгресса александр даровал польше конституцию польша получила свое правительство и особую армию в 1818 году александр поручил своему другу новосильцеву разработать проект конституции для россии назывался на уставная грамота и александр в общем хотел ее внедрить но ситу обстоятельства изменились 1820 году произошли события которые закончили все конституционные колебания александра во-первых в европе произошли военные революции в италии и испании а в россии произошли серьезные солдатские волнения в лейб-гвардии семеновском полку и с конституции было покончено главной фигурой в этот период правления александра становится аракчеев который выдвинулся еще во времена павла первого аракчеев сосредоточил своих руках гражданское военное управление очень долгое время в советской историографии аракчеева рисовали как тупого солдафона как никчемного человека да это все было аракчеев действительно был не шибко образованный человек но это был патриот преданный государю именно он реформировал русскую артиллерию и много чего другого полезного сделал но и в духе времени он занимался тем вещами которые естественно провалились значит даже есть такой термин аракчеев щена но повторяю фигура аракчеева излишне демонизирована у нас поскольку сам александр постепенно отходил отдел повторяю он впадал в религиозный мистицизм постепенно аракчеев выходил на первый план и ракчеев занялся военными поселениями иногда часто очень над военными поселениями смеются но действительно там многие вещи были доведены до логического конца то есть говоря попросту до маразма но создать военные поселения власть заставила острая нужда дело в том что осталась армия после войны 12 года с этой армией во первых это армия нужно было содержать а армия которая не воюет ее содержать очень сложно потому что есть проблемы дисциплины кроме того денег не было значит нужно было не понизив боеспособность как-то решить этот вопрос и решили не самым удачным образом как это часто бывает в россии по принципу черномырдина хотели как лучше а получилось как всегда значит что такое были эти военные поселения некоторые территории населенные казенными то есть государственными крестьянами переводились из гражданского ведомства в военные то есть целые территории переводились военные ведомства крестьяне освобождались от подойти и повинностей но за это они должны были из состава населения комплектовать и содержать определенные военные части то есть коренное население власти должны были составлять семейные солдаты которые работали у хозяев в качестве батраков правительство давало военным поселянам скот инвентарь из суды но вся жизнь была скована военной дисциплиной и надзором со стороны начальства никакой личной свободы браки с разрешения начальства иногда не всегда у нас советские историки очень любили говорить об этом но это было скорее исключение но это было по шеренговому принципу шеренга мужчин шеренга женщин и те кто оказывались друг против друга объявлялись мужем и женой но повторяю это были исключительные ситуации это не была постоянная практика значит жили по принципу подъем отбой дети оставались у родителей до семи лет потом они отбирались и зачислялись школу где обучались пять лет с 12 до 18 лет хозяйственной работы с 18 лет и до следующего столба служба значит первый опыт устройства поселений имел место еще до войны 12 года в 1810 году война приостановила этот процесс ну а в 16 году он возобновился в 1820 году корпус военных поселений состоял из 126 батальонов пехоты и около 250 эскадронов кавалерии за 10 лет в разряд военно поселенцев было переведено 375 тысяч государственных крестьян то есть треть русской армии это были военные поселенцы расчеты александра на удешевление содержания армии посредством военных поселений оказались наивными они оказались убыточными как вы думаете главная причина убыточности какая была казнократство кроме того начались восстания в семнадцатом году вспыхнула восстание в девятнадцатом году вспыхнула восстание и в конечном счете они были отменены еще одно направление деятельности второй половины правления александра то есть не второе последний последней четвертой части но это как раз ровно половина это попытка мирское просвещение сделать религиозным христианством поскольку александр все больше впадал в мистицизм он решил развивать христианские идеи правда не представляю как у него мистицизм сочетался с христианством поскольку это разные вещи в любом случае 14 в двенадцатом году был утвержден доклад о создании библейского общества библейского с большой буквы в четырнадцатом году она стала российским общероссийским его стали насаждать по всей россии общество ставило задачу искоренение суеверия и замена его христианской верой в этом отношении общество проявило понимание русской ситуации знаете как писал белинский русский мужик не религиозен он суеверен а кто мне скажет в чем разница между суеверием и религиозностью но суеверие это не похоже на религиозность или похоже то есть суеверие это больше похоже связано с магией правильно магией а в чем это чем отличается магия от религии ну-ка еще разок совершенно верно то есть магия почему церковники так не любят сказать магию и так плохо относятся к язычеству потому что там ты можешь сам выйти на сверхъестественные силы а здесь тебя дни не не ты вот через нас вот мы церковь ты через нас пожалуйста принеси денежку там мы рассмотрим выйдем и так далее вот значит начинается перевод на русский язык и распространение библии обратите внимание до 19 века не было было библия на старославянку здесь я начинаю переводить на русский язык и распространять кстати в девятнадцатом веке новый завет и ветхий завет никогда не выходили или но очень редко уже в конце под одной обложкой был новый завет и ветхий завет отдельными книгами как вы думаете почему что-то что-то может быть понимали священники 19 века про библию и про отличие ветхого завета от нового и не сводили их вместе в чем принципиальное различие ветхого и нового завета в чем принципиально отличается вот по принципам по отношению к жизни к человеку ветхий завет и новый завет но христианство построено на каком чувстве на любви формально построена на любви потому что массу можно найти других вещей когда хрисус говорит не не мир но меч я вам принес ничего себе любовь какая перверсивная какая-то любовь странная вот а на чем построен ветхий завет на страхе на страхе ветхий завет по так сказать страхи перед вот этим сквать богом богом яхве вот то есть это принципиально принципиально разные вещи и в этом отношении конечно то что ветхий завет присутствует христианстве у христианства всегда будет окно уязвимости по отношению к иудаизму всегда поскольку вот ветхий завет здесь присутствует очень очень четко за это само по себе очень интересная проблема соотношения ветхого и нового завета значит а кто читал внимательно верхний завет внимательно почитайте внимательно это очень из комментарием это очень интересное чтение очень интересное только читайте его таким социологическим глазом и фиксируйте некие не с одни некие несоответствия очень рекомендую в этом отношении он значительно интереснее чем новый завет новый завет это почти 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 все фикция а вот ветхом завете там есть много чего интересного значит сначала иерархии русской церкви спокойно отнеслись библейскому обществу однако затем почувствовали в нем конкурентов причем с мистическим уклоном церковь очень не любит мистику и они начали борьбу и самое интересное что церковных иерархов поддержал аракчеев после смерти александра в 1826 году было ликвидировано библейское общество а двумя годами раньше было ликвидировано министерство духовных дел и народного просвещения она была создана в семнадцатом году и установила строгий контроль над печатью они стремились устранить все что противоречит христианской веры были запрещены многие стихи пушкина в основном молодого пушкина хулиганские его стихи начались гонения на высшую школу был нанесен удар по казанскому университету уволена 11 из 20 профессоров причем стихи конечно были хулиганские но они невинные были стихи пушкин никогда не писал на уровне баркова вот этого у него никогда никогда не было кто баркова читал что эротические стихи хулиганские эротические стихи баркова никто не читал но посмотрите в интернете там иногда бывает с такими с иллюстрациями конца 18 начала 19 века очень шкодно